Осень 2014-го с перепадами курса доллара и евро сильно ввела все в какой-то стопор, при том, что это происходило в бюджетный период, когда прогнозы многие собственники требовали от управляющих, от операционной команды делать, скажем, в соответствии с неким, ну не знаю, не назвать это тенденцией, но с некой новой реалией, которая начала образовываться в конце года, операционные команды это были не готовы делать. И вот, собственно, в такого вот раздрая собственника управленческой команды непонятной ситуации на рынке мы вошли в 2015 год, который почти заканчивается. Привело к некоторым таким глобальным выводам этого года. Безусловно, шло в первую очередь, наверное, рост операционных расходов. Это было связано и с ростом стоимости поставок многих товаров, которые требуются для операционной деятельности гостиничной, и с ростом обязательных платежей, если это управляющая компания, международный оператор, у него много расходов зафиксированы в валютной, в валюте как таковой. И, скажем так, с необходимостью взгляда на это свежего, что из этого можно, собственно, ужать, да, потому что просто огольтел сказать, я больше не буду покупать туалетную бумагу или расходные материалы в номера, или уборочный инвентарь, это невозможно сделать. Второй момент, с которым все вынуждены были столкнуться, это, соответственно, изменение структуры потребления. Крайне в противоположную сторону изменился майс-рынок. То есть все гостиницы, которые были завязаны на сегмент корпоративного размещения, на сегмент корпоративных мероприятий, выездных сессий, это, конечно, поставило в ступор многие гостиничные комплексы, потому что запросов сократилось почти на 70%. Требования к бюджету стали более жесткими, требования к пустоплате, к обеспечению платежей ужесточились. В общем, этого мероприятия стало в разы меньше, а к требованию цена у них стала тоже в разы меньше, как такова. Поэтому битва стала более жесткая, и это то, что видят все. Если мы говорим про сегмент международного туриста, который приезжал в Россию, здесь произошел некий разрыв в целом, потому что часть из-за санкций, из-за взгляда международного взгляда между странами и развития бизнеса между странами, она перестала ездить вообще, и поток в целом глобально сильно сократился. С другой стороны, те люди, у которых был бюджет раньше в пределах 100 евро на размещение, они себе могли позволить жить только в одном уровне гостиниц, в текущем году они позволили, этот бюджет им позволил жить в повышенной категории. Гостиниц, опять же, из-за того, что мы, к сожалению или к счастью для них, остались в том же рублевом диапазоне цен. Соответственно, гостиничные, операционные компании, операторы, отдельно стоящие гостиницы были вынуждены работать, и искать свою ценовую нишу новую, с одной стороны, под жестким давлением конкуренции, то есть без возможности увеличить в два раза свою отпускную цену, и ревпары поднимать каким-то образом, и рекрейт корректировать значительно, для того, чтобы достигать лучших показателей средней стоимости номера. При этом, в той или иной степени, к концу года все пришли к повышению на 12-13-14%, в зависимости от города, спроса, но в целом попытались хоть чуть-чуть поднять стоимость номера, которая, к сожалению, не совсем компенсировала тот рост расходов, который показывают все строки ниже доходной составляющей. Наверное, если говорить о внутреннем взгляде в расходы, стоит отметить также первое желание всех собственников в течение этого года – это сократить персонал. И всегда под нож, в первую очередь, идут рядовые сотрудники, многие начали внимательнее смотреть на формат сотрудничества с партнерами-аутсорсерами, с возможностью динамичного управления персоналом, лейбор-менеджмент более жесткий, и правила пытаются эти изучить, заново применить. И это такой новый навык, который многие осваивают в этом году. Вынужденно, под давлением рынка вынужденно. При этом стоит отметить, что, например, если сравнивать кризис текущий или там спад изменений рыночной конъюнктуры 2015 года с 2008-2009, то важно сказать, что в тот момент мы пришли к тому кризису с другой ситуацией предложения на рынке. Еще не было открыто столько гостиниц, еще не было сочинской истории, еще не было много чего в регионах, не было открыто такого количества международных брендов в разных регионах, не было открыто такого количества российских игроков на рынке. Поэтому сейчас ситуация разительно другая. Предложение выросло в несколько раз во многих городах, и поэтому каждый из операторов или управляющих в кризисе не может себя столь вольготно чувствовать. Он, кроме давления макроэкономики, которое он испытывает на себе, он также чувствует давление конкуренции. Он вынужден жестко работать с сервисом, он вынужден контролировать рейтинги на TripAdvisor и Booking, которые он достигает, он вынужден уделять ему достаточно большое внимание, он вынужден устраивать лояльность клиентов, он вынужден работать с лояльными клиентами и удерживать их, и пытаться их приманить к себе в большем количестве, чем это делают другие игроки на том же рынке. И это такая вот, наверное, новая реальность. Потому что даже тот же майс-сегмент чувствовал бы меньшее давление и меньшее падение продаж, если бы, опять же, предложение не выросло в разы за эти несколько лет. Если говорить про региональную историю, вы отметили вопрос между разницей между Санкт-Петербургом и Москвой, Питер в летний период показал очень интересную статистику, когда гостиницы премиального уровня, 5 звезд и люксового уровня показали все прирост, прирост и РФ-пара, то есть и загрузки, и средней стоимости номера. Это связано, опять же, немножко с ростом спроса со стороны или ростом возможности международного путешественника поселиться в уровне повыше. И где-то, соответственно, с возможностями путешествия россиян на территории России, которые сфокусировали свой интерес в путешествиях по стране из-за дорогостоящего перелета за рубеж, из-за сложности и ограничений перелета за рубеж, они более вольготно подошли к отдыху своему на территории страны. При этом, увидя этот некий всплеск летний в Питере, к сожалению, мы не прогнозируем такой же позитивный взгляд на осенний период и весенний, но текущий предварительный бронирование, который мы видим в Питере на новогодние праздники и также в курортные города на новогодние праздники, в отели, которые находятся в ближайшем областных доступах к центральным городам, мы видим, естественно, большой интерес. То есть на текущий момент большинство гостиниц забронировано уже на 60-64%, что не сравнимо с периодом бронирования предыдущих лет, когда на старты продаж начинались только в сентябре, и к этому моменту, такому же концу октября, мы достигали 20-25%. В этом году старт продаж большинства летних программ состоялся в июле, и на самом деле за половину бронирования мы уже перевалили во многих гостиничных объектах. Если кто-то этого не сделал, мы просто опоздали со стартом продаж чуть-чуть. Цены достаточно высокие, многие пытаются заработать на этом, естественно, периоде времени, но при сравнении пакета отдыха для семьи на территории России, даже при этой завышенной немножко цене, если вы будете сравнить равнозначный отдых где-то за рубежом, он обойдется вам дороже. По многим, опять же, долларово-евровым причинам, адрогвизни авиаперевозок и так далее, единственным глобальным ограничением сильного развития внутреннего туризма является транспортная недоступность многих регионов от центров нахождения целевой аудитории, я бы сказала так. Если говорить про Москву, то Москва в осенний период почувствовала хоть какую-то, не знаю, встрепенулась, наверное, с каким-то позитивом смотрит на рынок и вообще на туристов, потому что в осенний период мы видим рост рыв пары во многих гостиницах, рост относительно даже тех же периодов начала года, когда, к сожалению, показатели были ниже, чем хотелось бы многим собственникам и управляющим. Безусловным элементом духа времени является изменение структуры продаж большинства гостиниц, то рост влияния Booking.com в доходе большинства гостиничных объектов, неважно, это крупный гостиничный объект, находящийся в центре Москвы или небольшой гостиничный комплекс или мини-отель, находящийся на берегу Байкала, рост влияния Booking.com на его продажи достаточно велико. Часто среди онлайн-каналов Booking занимает до 60-70% Влияние, восприятие продукта на продажи также велико. Мы видим, что если корректируется рейтинг TripAdvisor, то меняется продажа этого объекта в сети. Важно выстраивание онлайн-коммуникации с клиентом, важно мобильная версия сайта и вообще веб-пространство. И влияние онлайн-продаж на доход гостиничного комплекса, независимо от размера, оно крайне велико. То есть это однозначный элемент времени, и он только будет уплотняться и ужесточаться. То есть те времена, когда он уже будет занимать 70-80% от оборота, они не за горами. Сейчас такая структура уже есть в сегменте малобюджетных гостиниц, в сегменте хостелов. Можем, посмотрев отчетность, увидеть подчас, что 65-70% от оборота дают онлайн-продажи. И этот показатель постоянно растет в гостиницах других форматов и будет достигать показателей в 50-60%. Еще элементом 2015 года является центровая функция сотрудников отдела продаж в большинства гостиничных комплексах, когда качество этих сотрудников, их профессионализм оказывает прямое влияние на доход, который приносят гостиничные предприятия и на то, сколько зарабатывают собственники гостиничных комплексов. Поэтому, к сожалению, мы не можем похвастаться большим количеством штатов в целом в стране профессиональных селзов, но повышение качества работы этих сотрудников, их переквалификации, их повышение квалификации, это однозначно задача 2016 года для многих гостиничных собственников и управляющих. Кроме операционной деятельности, важно, наверное, отметить то, как кризис текущего года или изменение макроэкономической ситуации сказался на развитии новых гостиничных объектов, на создании новых гостиниц и настройки. Собственники гостиничных комплексов, которые вошли в текущую ситуацию с, например, построенным зданием, но еще и незавершенным ремонтом, незавершенной отделкой, испытывают, наверное, наибольшие трудности, потому что гостиницу оснастить стоит денег. Большинство товаров, которыми необходимо оснастить гостиничное предприятие, чтобы оно наконец-то стало работать, они долларовые или еврозависимые, даже если они производятся на территории России, потому что полного цикла производства нет почти ни в одном направлении бизнеса. Поэтому часто собственники начинают пересматривать бюджеты, вынуждены идти за дополнительным кредитованием в банке. Банки не сильно позитивно смотрят на это, и, к сожалению, проекты либо замораживаются, либо отсрачиваются в своей работе. Например, даже из тех объектов, которые были заявлены в свое время, к чемпионату, просто к открытиям. Больше 115 гостиниц до 2020 года под международными брендами заявлено в разных городах страны. Я не верю в их реализацию в эти сроки. То, что это количество гостиниц будет открыто, я бы под этим подписалась. Но вот то, что они уложатся в 2020 году, скорее всего, нет, потому что часть объектов уже сейчас заморожена или отложена в этапах реализации. Те гостиничные комплексы, которые только задумывались, они, безусловно, подлежат двойному пересмотру. Часто собственники обратных отправляют на этап физобилити, на этап оценки на реализуемость проекта, пересмотр проекта, для того, чтобы еще раз заглянуть на экономику, посмотреть и провести стресс-тест, посмотреть, насколько он будет экономически востребован, сколько денег на самом деле понадобится для его строительства, потому что не только оснащение выросло в себестоимости и инвестиционной стоимости, но и, безусловно, сама стройка, капитальные инвестиции, к сожалению, выросли в разных регионах по-разному, но в среднем в районе 30-40% прироста. Это есть везде. А, к сожалению, опять же, доходность гостиничной бизнеса не дает такую, чтобы легко покрыть такую разницу в падении продаж и в прогнозной стоимости инвестиций. Поэтому мой персональный прогноз на развитие новых гостиничных комплексов, что он будет продолжаться, потому что гостиничный рынок интересный, и в инвестиционных портфелях многих собственников в рамках диверсификации собственного портфеля владения активами гостиничные продукты интересны, однако вопрос в скорости реализации этих проектов стоит. Третий, наверное, компонент, который стоит отметить на рынке, это гостиницы, которые ждут реновации. И здесь важный момент, поскольку он находится на стыке, текущей операционной деятельности, ее достаточность и возможность объекта продолжать, пусть даже с даунгрейтом звездности, функционировать на рынке, и, соответственно, доступности инвестиционных денег, и прогнозу того дохода, который может, собственно, принести собственнику это изменение. Часто на текущий момент собственники объектов, которым даунгрейт позволяет продолжать операционную деятельность, где не наложены какие-то государственные законодательные нормы, в которых гостиница не может дальше функционировать как гостиничный объект, оставляют за собой право продолжать функционировать и откладывать свои планы по реновации. Потому что, опять же, дороговизна денег, да, окупаемость долгая данных проектов ведет к тому, что их прогнозный срок окупаемости увеличивается в два раза. Большинство из них на текущий момент к этому не готовы, поэтому, наверное, глобально можно сказать, что большинство реноваций будет отложено на ближайшие 2-3 года. Реновация нужна в нескольких случаях. То есть, первое, когда гостиницы перестают соответствовать своему уровню звездности, и в этом случае собственник должен принять решение, либо он идет в даунгрейт, он понижает уровень звездности и начинает продаваться на других условиях, либо, соответственно, он проводит реновацию, то есть возвращает объект, прибудет его к требованиям этого уровня. Второй момент, когда устарели какие-то инженерные или технические решения, и это реально становится опасным, дальнейшая эксплуатация. И третий момент, когда, например, часть номерного фонда уже обновлена была, а часть по тем иным случаям не успела. Как правило, глобально обновление номерного фонда происходит не ранее, чем 7 лет с момента последнего обновления. Но в целом обычно около 10 лет занимает период между двумя такими капитальными обновлениями номерного фонда. Потому что ключевым потребителем реновации является гость. И если гость начинает на трипэдвайзере жаловаться, что отель не соответствует соотношению цена-качество, если мы продаем продукт 5 звезд, а он из себя представляет 3, то, естественно, у собственника есть два варианта. Либо по низи звездности привести себя в соответствие к рынку, то есть попрощаться с каким-то количеством дохода в том числе, либо, соответственно, провести некие фактурные изменения, которые позволят клиентам получать удовольствие от пользования продуктом. Вы сравниваете просто деньги с деньгами. Деньги – самый лучший измеритель решения. У вас есть на одной чаше весов, вы можете приинвестировать столько-то миллионов рублей, долларов, евро, кого угодно, иен, неважно чего. И тогда у вас будет такой прогнозный доход, вы можете на второй повесить. Вы не инвестируете деньги, но вы получаете только такой доход. И все это сравнить в периоде времени, привести к текущей стоимости и понять, какое решение будет правильным. То есть это на самом деле простая математика финансового инвестирования, которая всегда лежит в основе принятия решений любым инвесторам, если это не эмоциональное владение. Потому что часто на территории России гостиничными комплексами владеют, скажем, эмоциональные инвесторы, для которых это либо долг какой-то, либо эмоциональное отношение, либо семейный бизнес, либо еще что-то. То есть что-то, что не связано с деньгами, ни в каком виде именно в измерении денег. Это как если мы, наверное, сравнить можно с частным владением квартиры. Если вы посмотрите на любого собственника квартиры в Москве, который ее сдает, он совершенно не мыслит показателями. Моя квартира стоит 100-кто рублей, я ее сдаю за 20 тысяч рублей, мне это приносит 100-кто процентов доходности в год. Никто из них, ни один, не считает этими показателями. Они все считают это как дополнительные зарплаты, не знаю, еще что-то. Это эмоциональная история, это не финансовая. Естественно, существует и такой собственник. Часто как бы немножко собственники или управляющие подходят к довольно-таки косно к системе и сложно модернизируются. То есть это занимает время. И система единоличного национального образования, про их весь рынок говорит, ну то есть весь международный рынок работает на этом уже достаточно много лет. Еще с прошлого века, назовем так. Да, как бы российский рынок точно весь этот век работает. Но при этом мы каждый раз про это говорим, как про какое-то инновационное решение. На самом деле оно инновационным не является. Просто кто-то называет то, что он добавил три тарифа дополнительных, это я уже делаю revenue management. Ну как бы это не так. Кто-то не умеет нормально установить программное обеспечение и его использовать в полной мере. Отчет генерального менеджера что-то. Это нечто распечатанное из принтера на 15 страницах, которое таким не может быть. Просто вы читать каждый день не будете. И так далее. То есть это вопрос профессионализма конкретных сотрудников в первую очередь. Их желание учиться, развиваться и давать дополнительные продукты, дополнительную ценность своему объекту и, собственно, доходу. И своему в частности. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!